ой какое же классное сегодня утречка а птички как поют поскольку помню эти пальмы мне кажется они вообще не почти не растут так медленно вы видите как прикольно их посадили да как вроде бы так этой самой дорожкой какой-то ой как хорошо сегодня с утречка ребятки какая прелесть а а я вчера взяла выходной кстати ребятки кто у меня новенький на канале ну чтобы в курсе примерно были я иногда один день пропадаю что просто побыть с моими вы знаете отдохнуть немножко расслабиться и мы вчера кстати немножко так чуть-чуточку даже спраздновали а знаете что праздновали вчера ровно 1000 подписчиков на моем новом канале мумбан кто хотела отблагодарить вас ребята огромное вам спасибо кто на меня подписан и честно говоря на этом канале мы бьем все рекорды такого у меня еще не было товарищи я вам клянусь а 37 процентов короче подписанных всего лишь но в принципе я знаю что сейчас на ютюбе ютюб как бы отписывают своего рода подписчики которые неактивные у меня были до того я меняла очень много темы разговаривала на разные темы ребят это нормально но в принципе если вам не тяжело пожалуйста нажмите на колокольчик и подпишитесь но это так начали ой ребятки мы вчера целый вечер были на пляже какая красота какая уже балдежная водичка и сегодня гляньте с утречка тоже а чистенькая тихая вчера девчонки написали мне ой танюш говорит ты знаешь у тебя говорит сколько зрителей ты могла бы уже давно приглашать сюда в гости мол типа ну как бы искать жилье людям и делать экскурсии кстати вы знаете хорошая хорошая такая мысль вы знаете насчет жилья было сложновато а вот экскурсии делать ну типа денежки за это брала показывала нам город и говорит я с удовольствием приехала говорить с детьми ревочки вы знаете мне надо будет подумать надо бы подумать а мне просто вот интересно вот сколько бы отозвалось таких людей меня бы были хорошие люди пишите мне в маиль и обязательно можно договориться а почему бы и нет вы бы приехали я бы показала вам город показала достопримечательности вот именно скрытые наши пляжи я возила туда своих племянника и невестку им очень понравилось потому что ну от альмири немножко надо поехать но здесь столько всего красивого есть и бывает за три-четыре дня это мало но тем не менее так что пишите в маиль если будете ехать заранее и мы обязательно договоримся ну а по поводу жилья то конечно потом можно будет поискать хотя летом говорят очень ну как летом и правда очень тяжело найти жилье если бы вы искали жилье а я показать вам город это другое дело ой девочки вчера мы так покурались или хорошо прихожу домой представьте и встречаюсь случайно в проходике ну поняли на на лестничной площадке соседками моими девочки опять не очень хорошая новость представьте мои девчонки которые живут рядышком со мной года три они наверное уже со мной живут здесь где-то так примерно мол хозяйка будет выселять представьте и дала им я честно говоря я не поверила когда просят тебя что ты выселилась нужно давать время определенное вас просто так выкинуть не могут тем более летом когда вообще на родну жилье найти невозможно можно сказать это очень тяжело и представьте аналог предупредила и буквально за две недели так конечно говорит слушает мы тебя живем никогда говорится не задерживали оплаты ничего это должна была предупредить говорит мы уйдем в июле то есть получается через я думаю она сказала две-три недели они будут уходить и слава богу говорит что нашли хорошую квартиру ну конечно у них свой бизнес у них свой бар кстати не надо будет когда-нибудь отвезти вас они сами с кубы девчонки обалденные и вот они будут уходить представляете как жалко кстати в этом баре она мне сказали они мне сказали что они делают именно типичную ихнюю еду с кубы а которая называется ропа въеха кто пробовал и я один раз пробовала но принципе каждый готовит по разному латинская америка и все остальное там именно мясо такое знаете как вроде бы вареная но и вот именно раз крошки крошки такие и добавлять там что-то еще кто пробовал кстати попнул расскажите мне будет очень интересно и конечно же обязательно мы сходим к ним я не знаю может на выходные или среди недели вечерочком обязательно они сказали когда они отдыхают и конечно бы очень хотелось ну своего рода попробовать эту типичную еду ребята обязательно напишите мне вам нравится пробовать новую еду вообще чем такое когда никогда в жизни не пробовали мне будет очень интересно я обожаю пробовать вот именно ну может и не понравится но это новый опыт какой-то кстати девочки я же забыла вам рассказать что с вами вчера случилось вы будете прикалываться приходим и вчера на пляж с моей подружкам и мы были с маленьким ребенком это уже вечером под вечерочек было у мастили сели поставили себе холодильничек пивко боже на закате какая прелесть девочки и вы знаете что-то такое я может быть раньше не замечала этого приходит мужик заходит в воду смотрим такое ничего ничего так не знаю откуда он принципе по национальности да какая в принципе разница приходит перед нами сел и вот так поднимает камеру и начинает себя снимать но думаю может фотки сделал может турист какой-то правда тюмы мы что же ходим с палками везде но короче девочки видишь что бы на него не клюнули а вы знаете я же все вижу я постоянно оглядываюсь мы короче сидел он сидел и получается моя подруга встает и идет с ребенком купаться девочки прошел как кораблик рядышком я вам клянусь зашел в воду прикиньте и вот так вот встал и начинают сверху себя снимать понимаете это это уже было реально видно что пацаны извините меня снимался и стоял и и у так стоит и кружится с камерой я думаю боже представьте да клюк 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 хотел чтобы дать его клюнули мы не повелись потом зашел в воду когда решил стоял в воде подошел поближе и опять начал снимать камеру я в ресурсе может он нас снимает нет девочки нет он стоял и снимал себя потом сел на песочек тоже начал себя снимать и на нас коситься чтобы на него не реагируем никак представьте завалился и отдыхает думаю боже у рыбалка не удалось а я еще прикалывалась говорю слушай ты такая беленькая но подруга моя она на пляж еще не выходила ну работы много не успевает говорю такая беленькая что нас думали за туристов приняли как мы вчера наржались девочки как мы вчера наржались так что представьте да а сколько вот таких вот женщин именно приезжают именно в отпуск чтобы именно развлечься представьте оказывается это большие деньги стоит ну типа чтобы найти себе вот такое вот вы поняли да представьте а мы такое не ценим а хотя в принципе чего смеяться вы знаете сколько таких вот именно в туристы туристических поездок есть многие женщины даже мужчины едут именно за развлечением ну как видите оказывается у нас здесь тоже есть хотя я раньше не замечала вообще видите меня то не интересует снимают мальчика дают ему деньги да и развлекаются и делать какое-то сопровождение и скольцо сразу только посмотрите какой пейзаж отсюда во правда чудесненько сейчас бы так искупаться с утречка с удовольствием бы ребятки вы знаете сегодня такая высокая влажность прямо чувствуется а представьте а люди которые живут возле моря это какой-то ужас а если какие-то проблемы с легкими этой влагой дышать это можно чокнуться это найдите кошку найдите кошку вы нашли уже смотрите да это надо было туда залезть и я хотя вы знаете на этих волнорезах у нас очень много их живет и здесь подкармливают они уже почти все можно сказать кастрированные за ними смотрят но видели да они живут между камнями и правда и рыбка рядышком кисамура а водичка сегодня на дикая прозрачная он сейчас бы на рыбалочку то с утреца я только один раз помню было что именно спала возле моря мы сняли отель с подругой моей и сняли прямо ну прямо вот так вот отель стоял прямо на море девочки я проснулась утром меня аж душила это влага вы знаете ничего прикольного в этом я не видела я всю ночь прокашляла представьте я не знаю как могут люди у так вот жить рядышком может быть это надо просто привыкнуть я не знаю но мне так было плохо я всю ночь провела с такими вот глазами а по поводу сан хуана в конце месяца дорогие мои не помню какого числа напишите мне девочки кто знает то у нас в альмерии живет будет громадный праздник ребята вот на этом пляже полностью весь пляж в эту ночь будут делать шашлыки и люди отдыхают весь город выходит ну почти все выходят на море и на море празднуют ивана купала от по-своему и получается только один раз в год люди могут делать ставить свои барбакю приносить но вы поняли да костры сжечь и потом начинается как по-нашему тоже люди прыгают через эти костры начинаются обалденные как говорится салюты и это все делают прямо на море здесь ну короче я не буду рассказывать лучше потом посмотрите я в этот день обязательно пойду и покажу вам кстати напишите мне в вашей стране празднуют ивана купала и каким способом будет очень интересно узнать для всех за такие цветочки прикольные гляньте я такие раньше не видела гляньте какие они прикольненькие красоте не сколько их разновидности и какой видос а валерия валерия моя мама называет боляри она это валерия в порт шурует а у нас там видели от синяя это яхт-клуб надо бы когда-нибудь сводить вас показать вам девочки только что с магазина пришла я не знаю чего у меня включается тормоз когда захожу в магазин видно так вот сконцентрированная шурую чтоб купить что-то свое то что мне нужно короче хотела вам еще тоже поделиться я сегодня выиграла 22 евро девочки в лотарейку в бону лоту честно говорят играть в азартные игры я вообще-то вам не советую но видите ли да вот потратила 2 евро и вернула 22 и пошла сегодня вот скупилась просто посмотрите да как там много всего короче было у на картошку сегодня кстати сейчас картошка поднялась цене не знаю почему сегодня я взяла за 4 сколько здесь килограмм 5 4 килограмма за 480 то есть довольно таки дешевая взяла такие пару супчиков захотелось мне короче вы поняли да взяла вкуснейшее мороженого девочки кто там на диетке присоединяйтесь к нам взяла яички представьте вот я захожу в консум в консуме по 2 евро яйца а захожу где я где я представьте 212 самые маленькие а в принципе это это но все равно 212 взяла хлебушка и чё еще молочка вот представьте да и вот посчитайте если не считать купила креветок креветок всего лишь 8 827 один килограмм я взяла видели да и вот это вот на 10 евро товарищи что такое сейчас 10 евро креветки я не буду вам распасовывать посмотрите на моем банке хорошо я стою в очереди и ну пока расплатиться и все и стою смотрю на кассиршу такая хорошенькая такая куколка девочки на тебе вот бывает такое подходишь хочется подойти человеку сказать ты сегодня так обалденно выглядишь и знаете и стоят вокруг мужики хоть бы один хоть бы один сказал какой-нибудь комплимент потому что мы тут друг друга все знаем принципе кассирши все и вижу что разговаривают с ней но никто никто я в бой знаете ты так прекрасно сегодня выглядишь девочки она за словом в карман не полезла говорит ну конечно мужчины нам не делают комплименты так какого хрена говорит лучше мы сами себе сделаем комплименты говорит солнышко спасибо большое коренью спасибо большое а то говорит мужчины и такие стоят никто никто хоть бы заулыбался нет тишина подкальнули и какой бы ничего не было так что девочки делать и комплименты когда проходит красивая женщина или мало ли чего это ничего не обозначает это просто найти говорится поделиться немножко своим хорошим настроением всего лишь и поднять другому нам-то ничего не стоит правда